Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Минский футбольный манеж. Заключительный матч Кубка развития 2021. Совсем не таким мы хотели его видеть. В любом случае, для обеих команд турнирное положение останется неизменным, как бы этот поединок не закончился. Но, тем не менее, за сборную Беларуси поболеть, мне кажется, не грешно и в такой ситуации. Пламенный привет всем поклонникам футбола этим зимним февральским днём. Ни Алильжани номер 17-й и Нойотулос Шахрияри номер 20-й. Тренирует команду Ахлядин Турдиев. Здравствуй, Артём, назовем... ...дни Таджикистан совершенно точно обеспечил себе две победы над прямыми конкурентами, над командой. Команда, наконец, покажет всё то, что она умеет и может. Тренерский штаб сработает лучше. В общем, всё сегодня должно сложиться для сборной Беларуси. ...на год старше, я имею в виду, сборная Казахстана. На этом уровне, как мы знаем, на юниорском уровне даже год. Это очень важно. Прервусь, опасный момент ожидается со стороны таджиков. Восьмой номер бьёт, и Матвей Коврук вступает в игру. Уверенно, чётко, никаких проблем у вратаря. Но от сборной Таджикистан не могут коллективы похвастаться каким-то необычайно точным исполнением тренерских задумок. Больших экспериментов в построении команд мы тоже не видим. Но зато очень много страсти. И вот сейчас счёт мог быть открыт. Коврук справляется с ударом, а наносил его с правого фланга... Муджавид Шавайсудинов, если я не ошибаюсь. Четыре человека в стенке. Разбег. Мимо мяча пробегает тринадцатый катер. Домашняя заготовка, удар в ближний угол, голкинер справляется. Накрывает Юсупов мяч, нет опасности. Ну, выглядело всё перспективно. К сожалению, не привело... Надежды на рикошет тоже никуда не деваются. Но в итоге... Высокая траектория и не слишком удачный удар. Вряд ли его можно отнести в категорию опасных. В красной футболке не добирается. Здесь Мартынов сторожит отскок и сумел закрепить владение. Справа открывается партнёр. Но Мартынов выбирает другой вариант. Индивидуально проходит, бьёт в ближний угол. И всё это время, что Тимофей возился с мячом, Алексей Иванов ждал его передачи без сопровождения соперника. Постраховал второй. Турич направо. Ширину требует от своих подопечных Александр Юревич. Мяч у Мартынова на линии штрафной площади. Можно пробить по дорогам. Есть удар. Иван Агеев точный выстрел наносит в дальний угол. Сборная Белоруссии открывает счёт в сегодняшнем матче. Вот похоже не зря тренер нашей команды, сборной Белоруссии Александр Юревич вносил корректировки в состав команды и в её тактику, поскольку, как мы видим, хоть и не вышедший на замену игрок забил, однако же команда как-то мобилизовалась и смогла конвертировать. В том числе и этот фактор привёл к тому, что белорусам удалось отличиться. В конце концов, любой гол в футболе, любой результативный эпизод это всегда последовательность неких ошибок, неточностей или ситуативных... Да, очень хорошо, Аджикистан сравнивает счёт. Проспал голкипер в этот момент и в ближний угол коврик пропускает. Ну, просто из ниоткуда пришёл мяч. К сожалению, наверное, расслабилась наша команда после забитого мяча. Есть такая поговорка, как никогда команда не бывает так уязвима, как после забитого гола. К сожалению, поговорка подтвердилась. Сборная Белоруссии пропускает очень быстро после того, как забивает. В перерыве была сделана ещё одна замена у белорусов. Марк Буланов 23-е поле покинул, во втором тайме играть не будет. И давним, в прошлом защищали цвета национальной команды страны. Ну, а теперь уже каждый в своей роли наблюдают за тем, как новое поколение выступает на очередном Кубке Развития. Поскольку отчётный матч является заключительным, прервусь опасный момент, попытка удара. Она заблокирована, эта попытка. Второй номер защитник команды Таджикистана навешивает мяч в штрафную. Разряжается обстановка. Хусраф Таиров откатывает мяч партнёру на вес. Ух ты, ух ты! Вот это да! Вот это красотища от Худайдадзоды. Абдул Фатахи Худайдадзода выводит сборную Таджикистана вперёд. В акробатическом прыжке отправляет мяч в левый угол ворот Матвея Коврука. Тот не успел переместиться по ленточке из одного угла в другой после резкого перевода. Ну и оставили Худайдадзоду защитники. Не доиграли, не доработались в этом моменте. И, конечно, сложно было ожидать, что... Но пока мы смотрим за тем, как наши футболисты разыгрывают штрафной удар. Разыгрывают очень хорошо. И сразу... Ну прям страйк настоящий. Я ни в коем случае не в обиду ребятам, но сразу три игрока оказались на... Отыгрываться. Нужна свежесть в ногах. И именно Николай Сотников должен привнести эту самую свежесть на футбольную площадку. В атаке сборная Таджикистана, тем не менее... Ух, какой выход! Сверы, сверы! Да, отличный эпизод в исполнении сборной Таджикистана. Матвея Коврук показалась... Вбросили аут быстро. Грубая ошибка в передаче в исполнении Сотникова. И уже ответ Таджикистана может крайне острым получиться. Амир Джани снабжает мячом штрафной партнера. Удар по ротам. Ой-ой-ой! 3-1. Это Сунатулу Азизов удваивает перевес сборной Таджикистана. Вот прям точный мы с тобой прогноз сделали, да? Таджики будут атаковать. И сборной Беларуси придется нелегко в концовке. Ну вот, вот уже первая ласточка, что называется... Да такая довольно жирная, внушительная ласточка. Сунатулу Азизов, 3-1. 64-я минута. Так и есть. Быстрый моторный Сунатулу Азизов, форвард команды Таджикистана, вышел на замену. И, в принципе, тут же можно сказать... В интересный момент, что вратарь сборной Таджикистана Гафоров сейчас находится около центра поля. Если кто-то из... Ух ты! Нет, выше ворот идет мяч после удара Форукзода Амирджани. Соорудить сборной Беларуси. С правого фланга попытка навеса. И отлично она выносится защитой сборной Таджикистана. Сборная Таджикистана бежит в свою быструю контратаку. Отличный разрезающий пас. Ох, обходит Матвея Коврука! Это будет, похоже, пенальти, нет? Нет, нет. Чисто было сыграно. Второй номер спасает команду. Иван Павлов претендент на звание сейва всего турнира. Итак, небольшой разбег. Прострел. Опасно. И это пенальти. Это пенальти, ребята. Грамотно подставился игрок сборной Таджикистана. Ну, либо не подставлялся, а действительно... Давайте смотреть. Разбегается и очень уверенно реализует попытку. Ну, дальше здесь какая-то заготовленная театральная сценка. 4-1 сейчас становится. Кабир Салимшоев, 12-й номер. 89-я минута. Счет становится 4-1. Ну, я думаю, что никакие... Точно заслуженно. Какую технику демонстрируют таджики в отдельных эпизодах? Просто загляденье. Могут, мне кажется, еще и пятый гол забить. Три минуты тем временем добавляет судейская бригада. Удар по воротам. Коврук справляется с этим выстрелом под перекладину. Давайте еще раз кратко напомню, как развивались события. Какие технические изменения вносить? Тем временем сборная Таджикистана проводит одну из последних, если не самую последнюю атаку. Ну, и удар первым касанием по мячу в полете. Он попадает в перекладину. Попади был бы очень красивый гол. Но и застрелил. Поединка. Вот так завершается Кубок Развития. Большое спасибо, что вместе с нами наблюдали за этим поединком. Всего доброго. И смотрите белорусский футбол. Да, любите футбол, цените жизнь. С вами были Виктор Трофимук, Артем Волчик. Услышимся на БФФ. Всего доброго.